Мы находимся в Безыменном, за моей спиной пункт временного размещения, куда сегодня привезли людей из районов, вплотную прилегающие к Азову Стали. Люди вышли по зеленому коридору. Все без исключения благодарят военнослужащих Донецкой Народной Республики, а также военнослужащих Российской Федерации за помощь, а также с ужасом вспоминают те дни, когда в их дома пришла украинская армия. Батальон Азов вообще свирепствовал. Хотел с сестрой пойти набрать воды. Зашел в дом, чтобы взять веревку, элементарно маленькую, веревочку, где-то метров 18-20, срезать. Я не полез там ни в холодильнике, ни в шкафы там, просто забрать веревку. Мне начали угрожать расстрелы. Вот сестра ишла с мужем, они пошли к себе в дом, ну в дом тому же, забрать продукты, покушать. Забрали вещи, забрали продукты, еще и мужу ударили берцами по ребрам. Кухню разломала, баллон газовый сломала, воду нам все разорвало, еды нету, ну и что, умирать с володу. И, короче, решили пойти. И вот пули летают, снаряды рвутся, а мы с влагами аккуратно и дошли. То есть вы услышали информацию по радио? По радио, да, слава Богу, что хоть что-то. Первое радио появилось, мы слушали вас долго, музыка там была еще, хоть как-то расслаблялись детьми, танцевали. Погреб два на два и 55 дней сидеть, это кошмар. Мы садили какую-то муху, потому что дома рушились, горели. Мы уже несколько поменяли подвалов, наш дом в первые дни разбомбилось, сгорело. Мы вообще не знали, куда бежать и что делать. И во втором подвале опять то же самое, еле выбрались, пожар. Один дед вообще лежачий, одна без ноги, и остальные все просто неспроможные. Из мужиков у нас вот один 17 лет, и все, дети нас вот так вот спасали, нам воду носили. Российские военные, они нас вывели, они нам помогли, они мою маму несли на коляске. Очень, 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 большое я хочу сказать спасибо, ну это правда, мы так боялись, наши, сука, украинцы пугали, что придут сейчас военные, расстреляют. И все, мы сидели, я говорю, не может быть, чтобы наши же славяне нас же расстреляли. А там вывезли, там чеченские ребята были, все воду дали, все, всех успокоили, все. Очень большое спасибо. Низкий покой, правда, я знала, что русские нас не бросят. Я жила два года в Мурманске после первых вот этих обстрелов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова